ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В первой лиге календарь свел две команды из нашего областного центра. Хозяевами поля во второй серии Гомельского дерби были футболисты Гомель-Желдор Транса. В первом круге в июле на центральном матче между Гомелем и Гомель-Желдор Трансом завершился без голевой ничьей. Нынешняя игра могла внести ясность в вопрос, кто же из двух коллективов в нынешнем сезоне одержит итоговую победу в местном противостоянии. Тем более очки обеим дружинам на финише сезона нужны позарез. Однако не получилось. Команды вновь сыграли по нулям. Надо отметить, что результат вполне закономерен. Иссетовать на не совсем удачный исход матча могли наставники обеих команд. Возможность забить решающий гол была и у хозяев, и у гостей. В первом тайме территориальное преимущество было у Гомеля. Иголкипер железнодорожников Андрей Селивончик чаще вступал в игру, а вот его визави Олег Ковалев порой скучал. Второй тайм проходил куда веселее. На самом его старте Ковалеву пришлось впервые серьез потрудиться. Голкипер был на чеку и отвел угрозу от своих ворот. Минут за 20 до финального свистка удача сопутствовала уже железнодорожникам. Полузащитник зелено-белых Антон Терещенко угодил в перекладину. Примечательно, что на протяжении всей игры главком Гомеля Владимир Журавель не провел ни одной замены. Причина тому – череда травм игроков основы клуба. У нас достаточно большой лазарет. На замене у нас были ребята, которые не подходили по позиции. Ставить футболиста, нападающего полузащиту в опорную зону, наверное, это не есть хорошо. Поэтому мы решили обойтись без замены. В целом же результат был по игре. Правда, болельщики, стойко переносившие все сюрпризы погоды на трибунах стадиона «Сдюшор-8», все-таки заслужили увидеть забитые мячи. Получилась боевая ничья. У Гомеля были моменты, у нас были моменты, мы их не использовали. Сложный матч был сегодня в плане организации атакующих действий. Может быть не 0-0, 1-1, но ничейный результат объектив. У нас стратегическая задача была не проиграть. Это как минимум. По максимуму, конечно, мы хотели выиграть. Потому что уже остался один тур, одна игра. Все умеют считать очки. Поэтому нам проигрывать нельзя было. Но план минимум выполнили. Конечно, хотелось бы выиграть. Таким образом, вопрос чемпионства в первой лиге решится в заключительном туре. У Гомеля и Могилевского Днепра на данный момент по 60 очков в активе. Для соперников они недосягаемы. В 26-м туре могилевчане сыграют на выезде со столичным лучом. На данный момент занимающим третью строку. У Гомеля соперник проще. Явный аутсайдер Ашмяны. Игра пройдет на центральном. Будем всю неделю говорить, чтобы недооценки соперника в коем случае не произошло. Несмотря на то, что Ашмяны замыкают турнирную таблицу, я бы предостерег и всех болельщиков, которые посчитают заранее записать три очка. И тем более ребят. Будем настраиваться как на последний бой, как на самый главный матч этого сезона. В мини-футбольном чемпионате страны позади только 9 туров регулярного этапа из 30. Приятно, что единоличным лидером в таблице на данный момент является гомельская команда ВРЗ. На минувших выходных вагоноремонтники без проблем обыграли Светлогорский ЦКК. Гомельская БЧ дома была сильнее столичного Динамо 6-2. Агрокомбинат Южный в девятом туре на своем поле принимал Аршанский Витен. На самом финише первого тайма южане поставили перед своими соперниками, приехавшими в гомель только за победой, непростую задачу. Дмитрий Горбач, замкнув прострел партнера, вывел хозяев вперед. Со стартового свистка второй половины матча энергетики начали исправлять ситуацию. Массированные атаки на ворота соперника, однако, успеха не приносили. Южанам удавалось отбиваться. И тут тренерский штаб Витена пошел на рискованный шаг, выпустив пятого полевого. Таким образом я попытался сбить темп, немножко успокоить и ребят, и соперника. Поиграв так пару минут, гости вернулись в штатный режим. Выход гонял и принес свои плоды чуть позже. Несколько потевшие после игры в меньшинстве хозяева на некоторое время потеряли концентрацию. Витену этого хватило, чтобы выйти вперед. События на площадке развивались стремительно. В течение двух минут мяч четырежды побывал в воротах. Эту перестрелку выиграли гости. Дважды отличился Сергей Подолинский. Голевой удар записал на свой счет и Антон Гусаков. Южане ответили одной результативной атакой. Валентин Поздняк протащил мяч до середины поля и отдал пас Дмитрию Горбачу. Последний сотворил маленький футбольный шедевр, оставив неудел защиту и галкипера соперника. И вот на табло уже горят цифры 2-3. Правда и они долго не продержались. На 32-й минуте Андрей Черниенко замкнул прострел Гусакова. 2-4. В оставшееся время южане попытались отыграться или хотя бы сократить отрыв, перейдя на игру в пять полевых. И временами были близки к цели. Однако все вышло наоборот. Ошибка в середине поля привела к пятому пропущенному голу. Мы где-то немножко недоработали. Плюс у нас как бы на эту игру, скажем так, травмы у нас тоже немножко уже начали преследовать. Сегодня как бы три человека не было с основного состава. Пришлось ставить молодых, пробовать. Ну вот, где-то получилось, где-то не получилось. У нас есть небольшой, не сказать, что это спад просто какой-то, ну, не везение тоже не скажешь. Имеем в каждой игре очень много моментов, а с реализацией большая беда. Ну, это, наверное, все в плане психологии. Я надеюсь, что эта победа, наверное, немножко раскрепостит. После девяти туров в таблице чемпионата лидирует ВРЗ. БЧ располагается на шестой позиции. Южане на одиннадцатый. Замыкает таблицу Светлогорский ЦК. Замыкает таблица. Заслуженного тренера Республики Беларусь Аркадия Мавсесова. Гомельчане в рамках турнира последовательно обыграли Гродненский Кронон 34-29, БГК-2, 26-21 и БГУФК 32-23. Среди лучших игроков турнира линейный Гомель и Алексей Ушал. Сейчас команда готовится к субботнему домашнему поединку против Могилевского Машеки. Турнир в первую очередь прошел на достаточно хорошем, высоком уровне. Хочется отметить, что с привлечением равных команд, что была борьба на площадке. Ну и мы свои задачи выполнили. Мы три игры выиграли, достаточно, можно сказать, уверенно. В этих играх дали поиграть достаточно большое время молодым гонболистам нашим, где в чемпионате немало получают времени. Какие-то новые построения в нападении, потому что в связи с травмой Волонцева нам приходится менять все это. Все-таки наш основной игрок был в игре в нападении. Женская команда также в субботу на домашней площадке будет принимать БНТУ «БелАЗ». В первом круге гомельчанки на выезде уступили 24-26. Во втором круге они намерены взять реванш. Белорусские боксеры начинают новый олимпийский цикл. В Гомеле состоялся чемпионат страны. Соревнования собрали элиту белорусской школы бокса. Этот турнир – первый этап в отборе участников национальной команды страны на игры 2020 года в Токио. Гомельчане на родном ринге показали все, на что способны. Как результат – 17 медалей. Подробности далее. Своё превосходство в масштабах страны подтвердили гомельские боксаны. Лучшими в Беларуси стали Ольга Степаненко, Яна Бурим, Галина Бруевич, Юлия Апанасович, Алина Вебер и Виктория Кебикова. В шаге от золота остановились Анастасия Дубинина, Алина Белодедова и Виктория Усова. Бронзу чемпионата страны завоевали Дарья Дубинина, Валентина Криштопенко, Оксана Ефимова и Антонина Аксёнова. У мужчин медальный урожай более скромный, однако есть медали всех достоинств. Номер один в Беларуси в своих весовых категориях – Максим Веслоух и Александр Калеев. Владислав Смягликов стал вторым, Вадим Винниченко – третьим. По итогам чемпионата Беларуси будет сформирован расширенный состав сборной страны для подготовки к участию в международных турнирах с расчётом на Олимпийский Токио в 2020 году. Радует, что среди потенциальных претендентов на поездку на грядущую Олимпиаду – представители Гомельской области. После этих соревнований тренерский совет определит расширенный состав команды, который сократится в течение этой, скажем так, осени-зимы. И к весне у нас сформируется национальная команда в том боевом составе, как мы надеемся, который уже будет готовиться к Токио. Юные борцы из Беларуси, России и Украины приняли участие в 26-м международном турнире по самбо «Новая Гута-2016». Всего на соревнования приехало более 150 спортсменов 2003-2004 годов рождения. Однако не только поединки на ковре были в программе турнира. Подробности в следующем репортаже. Запомнился турнир еще и важным событием для всего белорусского спорта. Воспитанник с Дюшор Гомельского района, уроженец «Новой Гуты», мастер спорта международного класса по самбо Евгений Семочкин завершил профессиональную карьеру. Честовали спортсмены во время церемонии открытия соревнований. Впервые Евгений вышел на борцовский ковер в 6 лет. Такие люди, такие спортсмены рождаются нечасто и воспитывать таких ребят, находить их крайне сложно. Не бывает так, чтобы просто из рядовых человек без воли, без характера провел себя на больших спортивных аренах. Поэтому характер действительно, закалка характера и команда, которой он воспитывался спортивно, именно вот ребята, плеяда это, они все бойцы. Карьера Евгения Семочкина как спортсмена длилась почти три десятка лет. Он защищал честь Беларуси на самых престижных стартах. Накопленным опытом Семочкин готов делиться с молодым поколением и не исключает начало тренерской карьеры. Пока же продолжает службу в рядах Министерство по чрезвычайным ситуациям. В коллекции спортсмена медали различных достоинств, завоеванные на первенствах и чемпионатах Европы и мира, этапах Кубка мира. Несмотря на всю эту россыпь наград, всех поставленных целей достичь не удалось. Не все смог достичь, чего хотел. Всегда к этому стремился, но так, как получается, это спорт. Где-то мы выиграем, где-то проиграем. С недавнего времени предприятие Гомеля Буи взяло своеобразное шефство над детским самбо в Гомельском районе. Весной этого года состоялся первый детский международный турнир, в организации которого принимало прямое участие это предприятие. Новая Года 2016 также проводилась на призы Гомеля Буев. Мое мнение такое, что надо выбрать что-то одно и делать это идеально. Поэтому мы все-таки будем уделять внимание детскому спорту, именно развитию детского спорта, именно самбо. В наших планах есть проведение, опять же, очередных соревнований. Это уже будет весной, это будет следующий год. Мы будем к ним готовиться совместно с федерацией самбо. И постараемся его провести тоже на высоком уровне, чтобы наши дети остались довольны. Всего на турнир приехало более 150 спортсменов. Кроме Гомеля и Гомельского района Беларусь представляли Минск и Бобруйск, Украину Чернигов, Россию, Москва, Клинцы и Новозыпков. Страсти на коврах кипели нешуточные. Для многих спортсменов этот старт был дебютным, а проигрывать в первой же турнирной схватке не хочется. Так что победы давались с трудом, а награды были заслуженными. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи.